Прямая трансляция? Нет, запись. У кого такое же классное настроение, как у меня? Кроме Марины с Костей. Давайте начнем с поздравления, да? Марина, можно тебя? Ай, оттюзанская, белево, мило, вот место. Я знаю про успехи Марины, но давайте попросим ее рассказать немножечко о себе. Я такое небольшое интервью. Как давно узнала Байла? Представьте сначала, как тебя зовут, сколько лет? Меня зовут Марина Смирнова, мне всего 31 год. Про ЛР узнала в 2014 году, когда у меня нахранили свадьбу. Но она состоялась. В июне я узнала как раз с миссис Роли, жениться с уходом. Я сказала, что после свадьбы я должна рассмотреть. Предложение более подробно. Пригласил меня мальчик Аскера Козеев в ВКонтакте. Вряд ли я его не помню, потому что он мне подписал и ушел. Вышестоящая была Настя Шами Иванков. Собственно, Настя, она через какое-то время тоже ушла. Я, собственно, ее увидела. Она мне понравилась. Как она мне понравилась у детей. Я решила рассмотреть на возможность. Что-то вначале поделала. Потом некоторое время ходила на обучение, пользовалась продуктом. Но дисциплины никакого не было в действиях. Наверное, я не докопала в своей мотивации. И, наверное, тогда мне было 26. Я думала, еще все впереди. В какой-то период я даже не ходила на события. Вообще, я в Мелыр была какой-то период. Потом я попала в ключевом, кроме на время Генри Пэдмана. К Насте я разговаривала, а потом ушла. И в этом ключевом мне захотелось остаться. Я поняла, что надо что-то менять в жизни. Я потом из этого ключевого вылетела, потому что не сделала. И у меня цель была попасть в Эдрику ключевой. Меня это очень задело, то, что я вылетела. Когда мне тянулось 30 лет назад, я поняла, что уже тренда тикает. И, наверное, я хочу быть успешной еще молодой девушкой. Мне сделать это в 50 лет. Я хочу в 35 уже быть очень успешной. И пора, собственно, шуршать. Разбираться в своей линии. Разбираться со своей антидисциплиной. Ну, что-то начало пообщаться. Собственно, тогда и было все. Вот. Младшего менеджера. В прошлом месяце менеджера мы сделали. Какие планы могли сделать на каждой занятии. То есть, в 4 года, если резюмировать, да? Ты знакома с Эларом. Мотиватор твое понятие. Причина, почему что-то не получалось правильно. Я понимаю, что это отсутствие дисциплины. Основная причина. И в ноябре менеджер? В октябре менеджер. В октябре менеджер. В октябре, а в ноябре? Да. Вот в прошлый год, вчера? Вчера? Младше менеджер. Младше менеджер. Мы чуть-чуть организируемся. Да, отлично. Перед ростом. Перед ростом. Декабре растет. Да. То есть, у тебя в октябре менеджер, в ноябре чуть меньше. Младше менеджер. Окей. Какие планы на ноябрь? Декабрь. Ой, на декабрь. Декабрь. Да. И тогда расскажи, за счет чего ты собираешься сделать СМЛГ. Коротко, буквально одна минута. У меня, мы, ничего, человек в Испании собирается на пост-трендах, где ему помогает. Ей нужно делать многое шкало. Есть еще партнер, который тоже хочет на пост-трендах зайти. То есть, те, с чего мы будем очень плотно работать, это не есть. Продержать нужно. Очень нужно делать. Ну, еще лучше, конечно, ключевые партнеры. Будем работать на пост-трендах, но лучше. Спасибо большое. Давайте аплодисменты. Спасибо. Здравствуйте. И еще одну историю, которую я сегодня хочу показать. Выходи. Представляйся. Возьму аплодируй. Всем привет. Меня зовут Константин. Компанию узнал чуть больше года назад. Там тебя снимают. Скажи фамилию, чтоб тебя знали, как найти. Константин Мишелько. Отлично. Спонсорская линия. Кто у тебя? Али Кучи. И, узнав компанию, я вначале был просто потребителем. Когда? В сентябре того года. Год назад. Год назад. Год назад, приблизительно. На второй месяц я вышел в программе «Быстрый старт». То есть, я сделал чуть больше тысячи баллов. И дальше у меня этот оборот удержался стабильно. Ну, то есть, я очень мало делал действий. И когда мы видели первый раз пола рейс в январе этого года, я сразу же зарудился на эту квалификацию. Но делал все равно очень мало действий. Не знаю почему. Вот. И сейчас я… Как думаешь, почему? Потому что не хватало чего-то. Не хватало самоорганизации, уверенности там и так далее. И сейчас хочу сказать о том, что в прошлом месяце я обвинил решение действовать четко каждый день, сделать много действий. Я вышел на квалификацию младшего выгода. Ну и, соответственно, в ноябре еще и… И еще… Пола рейс. Да. 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 Для тех, кто еще не в квалификации маршем менеджер, я, наверное, хочу дать такой совет. Вот мы все с вами… Возможно, вам это добавлять. Вот люди, да? Вот люди. Первые успехи и сразу советы давать всем. Я этого вышел. Да ладно, я этого вышел. Ладно, тогда давай, шкинь. Вот. Ну, мы все с вами знаем, что надо планировать там месяц, день, неделю и так далее. Вот я весь ноябрь прожил в хаосе и при этом в уверенности, что у меня это получится, у меня это будет. То есть я принял решение и я просто делал много-много действий. И в итоге вот я сделал то, что… Хаос планировал. Поэтому если вдруг у вас там проблемы с планированием или еще там с каким-то пунктом, да, то это не значит, что вы не добьетесь этой цели. Нужно просто действовать и верить. Нужно каждый день просыпаться и думать о том, что ты уже в этой квалификации, что ты уже на машине. Нужно это визуализировать. И еще я посоветую написать, вот если есть цель конкретная, закрытую квалификацию или еще что-то, пропишите, навести в бумаге все пункты, что вам даст эта цель и читайте ее каждый день. Вот каждый день читайте. Ты это делал? Да, я это делал. Еще раз тогда. Какой вот самый главный фактор того, что ты в ноябре месяце действительно дошел до менеджера, до паст-трекера, до машин своих? Ну я увеличил количество действий и у меня принялся кончилы. То есть при том хаосе, который был, ты просто увеличил количество действий и сфокусировался на… Как ты говоришь, да? И каждое утро ты вот что-то, что тебе, что мне даст за цель? Да. Еще что-то? Ну в декабре планирую бояться. 8000 баллов. Тогда вопрос следующий за счет чего? За счет опять же большого количества действий и работы с кончилами. Угу. За счет их у меня 3 человека. Кто эти люди? Игорь пока я не знаю, они опаздывают. Ну, стоит задуматься. А с чего ты решил, что они ключевые? Кстати, один из вопросов по планированию. В прошлый раз месяц назад… Как быстро месяц прилетел? В прошлый раз мы когда планировали, помните, были вопросы. И вот один из вопросов, который я тоже часто задаю людям. А кто твои ключевые люди, да? Ты знаешь этих людей? С чего ты решил, что они ключевые? Ну вот, например, один из них, это Ольга. Она сделала только кассу 9% в неябре с первого этапа. И у нее принято решение дойти до конца. То есть она проводит встречу. У меня принято решение, что она пойдет, несмотря на то, что там будут трудности, может быть, будут падения какие-то, сложности и так далее. То есть человек принял решение и сам на каждую последнюю. Так. То есть параметры, что человек с тобой каждый день на связи, это значит, что параметры для чего человек. Ну да, для чего ты решил, что другие люди ключевые? Ну, другие люди тоже сделают их действие. Меньше, но тем не менее они держат… Чего ты решил, что они ключевые? Что решил? Это просто не хребет сейчас. Хорошо, спасибо. Вопрос, ну вот так. А сколько ты действий делал? Я не считал. Я спрошу этот месяц. А, я даже не считал. Просто вопрос-то о чем? Если ты помнишь, месяц назад там мы планировали, да? Там же было как раз в Зеленом Министерстве, да? Должно было быть в ноябре месяц. Вот тут интересуюсь просто сверить, снивелировать вообще. Сколько было действий каких? Ну, были звонки, наверное, порядка трехсот звонков я сделал в этом месяце. Встречи у меня было… Ну, примерно 20-25 встреч с кандидатами. Вот. И остальные работы включены. Следующий вопрос. Где ты взял 300 человек? Ты год в бизнесе, наверное, уже весь свой группа знакомых прошерстил. У меня пришел кандидат в начале ноября. Она не сразу включилась в процесс. То есть начала пользоваться продуктом и начала не скинуть контакты. То есть в обществу она мне скинула порядка 150 человек. Ты звонил по рекомендациям? Да. А можешь тут же все сразу, вот видишь, на трансляциях сразу будут задать вопросы? Как это делать вообще? Как звонить по рекомендациям? Шаблоны можешь поделиться? Да. Давай, я твой. Я вообще не знакомый человек. Дали телефон. Хорошо. Алло. Алло. Да. Александр. Это Александр. Могу услышать? Да, это я. Меня зовут Константин. Мы с вами пока еще не знакомы. Мне ваш номер рекомендовала на праве сообщения. Помните ее? Да. Отлично. Есть мелочи? Сейчас удобно? Да, так говорите. Собственно, я по делу. Я предприниматель, сейчас развиваю группу немецкий проект на территории России. Ищу команду толковых людей, которые хотели бы развиваться, зарабатывать. Кто ищет возможности. И вот Наталья рекомендовала вас как человека, который активен, который, возможно, открыт к деловым предложениям. Скажите, вы как вообще настроены услышать? Ясно. Ну, шаблон понятен. Я бы, ну, я не могу сказать, как бы я отреагировал. Все, многое зависит от настроения, да, от человека. Но шаблон понятен. Это как шпаргалка тем людям, которые смотрят записи. Спасибо. Спасибо большое. Давайте еще раз ответим. Спасибо. У нас и менеджер, машину человек получит. Ну, как, Константин, поддерживая вот тот уровень, который сейчас, получит автомобиль и в течение шести месяцев ему достаточно будет младшего менеджера и автомобиль, ему не надо будет ничего платить за этот автомобиль. И есть как раз возможность за эти шесть месяцев дорасти до квалификации чуть-чуть выше, чтобы так и продолжать съездить на этой машине от компании без плана. Ну что ж, давайте попробуем попланировать месяц. Если у меня в планировании мало что меняется, că вам не понадобится. И все?! Это все у меня и их получается, право – всё? Вдохновляет вообще обычно такие вещи… Мало, что меняется у меня в планировании. Я обычно предпочитаю планировать с помощью вопросов, и эти вопросы, их несколько. Вопросы с новым человеком, это один набор вопросов. Вопросы с человеком, который уже в бизнесе со мной, это вопросы с учетом проделанной работы. Первый вопрос. Какая была цель на ноябрь? Кто хочет поделиться? Какая у вас была цель на ноябрь? Вопросы неудобные. Я знаю, что они для многих неудобны. Была цель МЛГ. У кого еще какая цель была? Младший менеджер. Подтвердить менеджера была цель? Сумка была. Что для этого нам было сделать? Активное действие. Ну, по-равильно, как и я. При каких условиях вы получили сумку за рубль на варваре? Да, да, да. Нужно было сделать самой 250 баллов и пригласить двух новичков. Двух новичков по 250 баллов. И получили сумку за рубль на варваре. Ну, не в подарок, а за один раз. Да, так, что они платят. А, за должность. Судача была поддержать это. Ну, чуть поменьше, но, в принципе, пожалуйста, за меня. По отношению к октябре. А цель какая была? Поддержать уровень. Поддержать уровень. И самое главное, вот, выйти на стабильность. Не только мою, а моих партнеров. Ну, и получилось так, в итоге, что я первый раз эту цифру убил. Тринадцать бонус на крылья. Тринадцать бонус на крылья, отлично. Давайте тоже это послушаем. Ну, здорово. Ну, в общем, да. Ну, если цель была поддержать, а при этом был рост, то это хороший... В общем, удержать, что вчера оценивали. Довольны. Довольны, да, да. И вот второй вопрос, который я обычно задаю. Можете нарисовать себе шкалу от нуля до десяти. Есть пять, которую нельзя будет отмечать. И оцените по десятибалльной шкале, насколько вы довольны своим результатом в мебре. Уделите десять секунд, сейчас пятнадцать, нарисуйте шкалу и отметьте по десятибалльной шкале, насколько вы довольны своим результатом. Довольны, исходя из поставленной изначально цели. Насколько вы довольны своим результатом. Насколько вы удовлетворены своим результатом. Я не знаю, из каких параметров вы будете исходить, они разные у каждого. Ну, может быть, очень много разных параметров. Это ваша оценка. Кому удалось оценить? Поделитесь. Десять баллов, несмотря ни на что. Я довольна своим результатом. Позитив. До конца, как сегодня я уже сказал. Решение принято идти до конца, несмотря на вашу мебель. Отлично. Кому удалось еще? Как вы осенили? Десять. Десять. Семь. Пять. Пять. Нет, пять нельзя. Шесть. Шесть. То есть все-таки чуть-чуть лучше, чем терочка. Шесть. Четыре. Восемь. Восемь. Отлично. Что вам понравилось в ваших действиях в ноябре? Что вы собираетесь повторить? Что вы делали правильно? Более четкая организация и больше действий. И запланированный день, и дисциплина. Больше действий, дисциплина. Так, еще? Мне понравился последний день. Я все время своим партнером говорю, ребята, футбольный матч заканчивается не тогда, когда время конец, но просто иди свистнул. Да, да, да. Я все время об этом говорил, и после первого момента, да, может быть, самому это покажу. Да. В начале прошлый день я как раз показал. Потому что когда эта акция упала, в результате две новых аргистрации найдешь в последний день. потом не выходя из дома, что-то не выходя из дома. Это дальний контакт, и вот именно финиш. Да. Так часто бывает, когда у нас есть первое, второе, третье и так далее до 30-го, да? Мы планируем делать ежедневные какие-то действия. Это очень хорошо выглядит в теории. Потому что на практике обычно это выглядит вот примерно вот так, вот так, примерно в 30-й день, 29-30, 29-го просыпаешься и думаешь, что осталось ты всего пару дней. Да, и ну что ж, надо, надо... В принципе, ты часто сталкиваешься с тем, что последний день и закончился, и все. Да, 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 это правда так бывает, и мне лично, у меня есть уверенность, моя, это я сейчас про себя, что больше всего значение играет дисциплина, потому что вот сейчас все говорили, я потом девушка говорил, да, Гостик говорил. Здесь многие, кто говорят именно об этом, вот здесь сегодня выходили, и вот эти две истории были и та, и другая была про дисциплину. Потому что даже при всем хаосе в голове, но когда ты выполняешь то, что ты планируешь, дисциплинированно, когда ты не откладываешь на потом, то результат чаще всего лучше. Ну давайте, что именно понравилось еще в ваших действиях? Давайте продолжим. Звонки по подаркам, по подаркам, по личным товарам, что именно понравилось? Звонки по подаркам, это что? Да, результат мне понравился, что почти тысяча баллов тогда будет на подарках, то есть ты понравилось. То есть тебе понравилось, что если работать по подаркам, то появляется результат. Да, спасибо. Еще кто поделится? Запланировал вставать в третью тракту. То есть издержал, и каждый день... Ты в полдекабря цепаться пролишь. Тебе еще полчаса надо догонять. Это помогло немножечко снизить хаос, и более полномерно двигаться в течение всего месяца. Секунду, я извиняюсь, я забыл припарковать машину. Заплатите? Да. Бывает. Сейчас, секунду, а то... Вот я тебе говорю. Сейчас. Я тебя говорю. Да, вот она. В размере тут есть. Мерчастый. Чик. А, чик. Сейчас. Да. Супер. Кто еще поделится, что вам понравилось в ваших действиях в ноябре? Что вы хотите повторить, что было правильно сделано? Если работать с партнерами, то группа начинает расти, отлично, отлично, это отличный результат, давайте поаплодируем всем партнерам, спасибо, спасибо, так, что еще, кто-то поделится? Мне понравилась сумка, с соседем заходи, ну, депутатом, тестируйте все, просто у меня комплексы были до этого, когда я пришел первый раз к соседу, я его заказал на 8000 рублей, а все, комплексы пропали с носом. Отлично, ну, к знакомому соседу, да. Отлично, хорошо. А, значит, по поводу суммы подсчитали, в общем, что мы получили, по-моему, что к семье эти суммы, и решили, что мы регистрация, в этом нет знаки от основного партнера, а потребителя, ну, это как-то знал. Ну, вот, рождение, ну, ладно, переживем, место без суммы не получилось. Не получилось? Не, не получилось. В результате, значит, по первому походу 5 регистраций, со всеми остальными, по-моему, 5-10. Отлично, спасибо, отлично, это 2-3-5 окера в меню. Хорошо, следующий вопрос, может быть, кто-то помнит с прошлого планирования, какой бы вопрос вы себе задали? Не помните. Хорошо. Что было самым главным препятствием к ноябре в достижении цели? Давайте делиться. У меня сейчас, поскольку я только новичок, только пришел, у меня сейчас самое главное – это мотивация для того, чтобы донести до другого человека, что это работает. Что значит мотивация, уточните? Мотивация чья? Мотивация моя по данным продуктам. То есть я для себя уже понял и знаю, что это работает, пока что у меня в голове как-то сформируется, как донести до другого человека, что именно это работает, что это не обман, как мы привыкли в России думать про сетевую бизнес. Не могу сложить пазл в голове, что какими словами донести до человека? У кого было такое? Кто стеснялся давать информацию? У всех. И я могу поделиться своей историей. Это было 7 лет назад. Когда я начал работать, у меня были тоже сомнения, потому что у меня к тому времени было несколько не очень удачных опытов. И мне один из моих спонсоров задал вопрос. Скажи, веришь ли ты вообще в индустрию МЛМ, что это легальная, что это гигантская индустрия, в которой огромное количество людей работает, зарабатывает деньги? Да, верю. Но не совсем, да. Но очень-очень глубоко сидит стереотип, что это пирамида. Ну, то есть, для себя я постоянно смотрю и понимаю, читаю в интернете все информацию, что это совсем другой подход, нежели традиционные работы. Но вот я не могу выгнать из головы. В этом проблема. Проблема не в том, что ты не можешь донести. Проблема в том, что ты пока сомневаешься. Но я могу дать тебе некоторое направление. Если посмотреть на факты, то это многомиллиардная индустрия, которая существует уже многие десятилетия. Это легальный бизнес, который действует на территории десятков, сотен, ну не всего там, но больше сотни стран, я знаю. И надо четко понимать, что такое пирамида, финансовая пирамида. Да, я уже этот вопрос изучил, я понимаю. И то, чем ты занимаешься, это не финансовая пирамида. Это бизнес точно такой же, как и другой. За исключением способа продвижения продукта. Если мы берем, скажем, какой-то телефон, взять у вас айфон, андроид, что? Китайцы. Ну, что-то андроид, да? Как вы там? Ну, не важно. Huawei, например, да? Вышли на второе место по продажам в России. Huawei, да, по-моему, вышли? Или Xiaomi? Xiaomi. Xiaomi, да? Окей, берем Xiaomi. Вышли на второе место по продажам. За счет чего? То есть они увеличили свой товарооборот. За счет достаточно агрессивного маркетингового продвижения на рынке. Это гигантские деньги. Я, например, могу сказать, что такие компании, как Coca-Cola, я работал 6 лет в Coca-Cola. Около 50%, сейчас не знаю, сколько лет, 10 назад, это было так. Около 50% от своего товарооборота компания фигачит в рекламу. То есть это другим способом продвижения? Просто другим способом. Это 50% денег, которые вкладываются в рекламу. У нас сейчас по телеку уже несколько дней началась вот эта вот... Массированная. Не, не то что массированная, а ожидаемые вот эти вот новогодние траки с лампочками. Это просто самая шикарная реклама, которая работает уже многие годы. И она стоит много денег. Я вам скажу, если вы посмотрите на Макдоналдс, да? Не так давно они запустили в очередной раз, два раза в год они делают монополию. Это одна из самых успешных маркетинговых акций в мире. И она еще расширяется даже. Монополия вот эта у них акция. Ну, когда Макдоналдс запускает монополию, у них товарооборот. Я могу ошибиться, но по-моему растет на 15%. Там все больше и больше партнеров там подключается. Это маркетинговые такие вливания в продвижение продукта. Что делаем мы? Мы доносим продукт, это разговор от сердца к сердцу. Это разговор способом рекомендации. Если мы поставим нашу зубную пасту Алоэ Вера на полку, ее не будут покупать. Люди не понимают ее ценность. Потому что люди будут покупать два гиганта Колгейт Пальмолив. Они будут их покупать, потому что ориентируются люди на цену. И наша задача донести ценность, что ты, например, это я так рассказываю, я в этом уверен, ты годами, ну не ты, а кто-то, годами чистит зубы какой-то зубной пастой. И при этом твои десны не перестают кровоточить. Но как только ты начинаешь чистить пастой Алоэ Вера, у тебя уходит эта проблема. Это невозможно объяснить просто ценникам. Ценник будет выше. Но это возможно объяснить, когда ты рекомендуешь. Это способ продвижения продуктов на рынке. На самом деле, первый вопрос-то в чем? Сомнения в том, что сомнения в индустрии, а не пирамиды ли это. Да, какие еще бывают сомнения? Сейчас мы попросим на помощь зала. В чем еще сомневаются люди? В чем вы сомневались? Получится ли у меня? Получится ли у меня? Будет ли интересно этот человек? Да, заинтересую ли я, смогу ли я заинтересовать? Так. Какие еще сомнения у вас? Помните себя? Продавать. Я не умею продавать. Так, еще. Не мое. Это, да, седевое это не мое. Так, еще. Где взять людей, чтобы мне подумать? Два гигантских таких возражения. Их много, они у вас тоже сидят. Так, критики. Критика, да, я не хочу услышать слово «нет». Много есть вариантов. Мне тогда вот мой спонсор еще сказал, а я-то тогда верил в индустрию. Я говорю, да, я верю. Он говорит, хорошо, тогда второй вопрос. Веришь ли ты в ЛР, в то, что эта компания 33 года на рынке, в то, что она постоянно растет, в то, что здесь классные продукты, здесь очень справедливый прозрачный маркетинговый план. Я сказал, ну да. Тогда третий вопрос. Веришь ли ты в себя? Все. Само главное. Может быть, но вы запнулись сразу на индустрии. Это нормально, у всех есть такое возражение. Вначале. Саша, есть четыре принять, которые, в общем-то, ключевые для сертификации года. Первое – это принять компанию. Да. Принять продукт. Угу. Принять профессию. Индустрию. Угу. Принять себя. Да. Четыре принять. Точно. Если все эти принять происходят внутри, то сомнений не бывает. А если ты в чем-то сомневаешься о каких-то мелочах, то у тебя есть старший партнер, с которым ты можешь эти вопросы решить, и кто уже этот путь прошел. Все верно. Спасибо большое. Спасибо. Это было «Самым большим препятствием». Спасибо за очень хорошую тему. Давайте похвастировать. По нашему правду, мы сейчас раскрыли большой пласт. Что было еще для вас самым главным препятствием в ноябре в достижении цели? Почему не получилось? Ну, понятно. Ну, было бы пару пробелов было. Да? Непостоянные действия были. Непостоянные действия были. То есть дисциплина была, но не всегда. Ну, она была как бы, там, в середине буквально дня 4 вылетела. Угу. Бывает. Угу. Да? Ну, как раз самое большое препятствие было в моей команде за прошедший месяц. Это третий пункт веры в себя. На чем мои ключики очень споткнулись. Угу. То есть они виноваты в том, что ты не менеджер? Нет. Нет. Ну, моя недоработка была. Окей. Хорошо. Спасибо. Конечно, нет. Спасибо. Да, спасибо. Унижались обстоятельства. А, да-да-да. Я жертва обстоятельств. Не жертва. Просто планы, грубо говоря, я справил один, а по факту оказалось, что времени на этой неделе все меньше. Ну, то есть, например, работа, то есть, эти мысли. Да-да-да. Да-да. Это и есть позиция жертвы. Это не плохо, не хорошо. Это мешает. Но, когда позиция включается, что это он, она, они, оно сделали это со мной, это из-за обстоятельств у меня вот такая вот… Сделал я сам. Просто не учел бы те обстоятельства. Хорошо. Тогда все по-другому тогда, да. Я что-то не учел. Тогда в чем косяк? Косяк в том, что он как раз таки планировал вред учета того, что… Может случиться форс-моршон. Да. На следующий день, там уже, грубо говоря, я уже понимал, что завтра у меня будет такая же дня, и надо мне время будет группой. Четыре часа, а потом полтора часа. Да. Есть один очень хороший вопрос в этом плане. Не почему не учел обстоятельств, а зачем не учел обстоятельств? Вопрос сложный, но для того, почему это вопрос прошло. Вопрос зачем – это вопрос будущий. Спасибо. Зачем не учел обстоятельств? Ну и так далее. Так. Что было еще самым главным препятствием у вас в ноябре? У меня есть такой момент, что я начинаю действовать на эмоциях. Вот у меня есть эмоции, все, эмоция закончилась, я сдумаюсь. Вот. То есть, получается, нужно выстраивать алгоритм по-другому, чтобы было построено не на эмоциях, а… А на чем? На правильной, наверное, мотивации. А в чем ваша мотивация? А вот еще ни в чем, судя по моим результатам. То есть, когда была, допустим, в подарок маска, я сделала все, чтобы она у меня появилась в подарок. Сейчас сумка, которую я тоже хотела, но я ее в этом месте не делала. Угу. Опять же… Правильно я понимаю, что это фактор отсутствия цели? Да. Спасибо. И цель у меня пока не сформирована, но я сейчас работаю немножко в другом направлении, силы у меня прошли туда, в самоорганизацию, прокачиваю сейчас самоорганизацию свою, потому что я понимаю, что пока я тот момент не прокачаю, то… Возможно. Возможно. Тогда я задам следующий вопрос. А какая цель прокачать самоорганизацию? Что вам это даст? Чтобы у меня был порядок в доме, в голове и в семье моей, тогда я смогу двигаться и в бизнесе позже. Возможно. Возможно. Может быть кто-то прокомментирует? Я не знаю. В жизни. Мне кажется в маленьких вещах сначала. В очень маленьких вещах. Начать с чего? Подождите. Вопрос какой? А в чем причина была? В чем мотивация? Нужна мотивация человеку? И это не маленькие вещи? Маленькие вещи я имею в виду про порядок, да? В саморганизацию. Порядок будет тогда, когда будет цель. В чем цель? Почему у человека, у вас? Почему… У меня цель, чтобы у меня появилось, простите, свободное время, которое у меня сейчас нет. Я в домашнем хозяйстве погрязла. То есть я зависаю, залипаю на каких-то неважных делах. И мне нужно прокачивать эту саморганизацию, чтобы меня четко было, четко я смогла выполнять в более короткое время, оптимизировала свои домашние дела, чтобы у меня осталось время на те же звонки, на мое развитие, на просмотр. Что надо для того, чтобы у вас это все оптимизировалось? Дивидировалось. В семье? Кому? Это один из моментов. Разве… Да и менеджмент мне нужен. Ох, посказали, да? И сразу раз так схватилась за спасательный круг. А, кажется, тайм-менеджмент мне нужен. А для чего это надо? Для чего? Чтобы развиваться. Для чего? Для чего? Цель какая? Давайте вернемся на первый уровень. Цель в бизнесе какая? Зачем вам бизнес? Первоначально это будет? Нет, не первоначально. Сейчас? Да, сейчас. Для чего? Может быть мне не надо бизнес развивать? Нет, я хочу зарабатывать деньги. Деньги? Да. Хочу приносить пользу другим. Вот пока так. Хорошо. Ну, я предлагаю вам подумать. Если… У нас очень мало времени, я попытаюсь это сделать сейчас быстро. Если спросить сейчас всех людей, чем вы занимались, если у вас было неограниченное количество времени и денег быстренько, забросайте варианты. Все. Нет проблем ни с деньгами, ни со временем. Что бы вы делали? Я считала… Хотел бы вас добавить. Я… 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 Да, да, да. Вот как раз и вопрос. Представьте, что есть время, есть деньги, чем вы занимались? Чем? Я… Я бы… Путешествовала. Так, еще. Семья, дети… Семья, дети, да. Ставодил бы больше времени. Больше времени дети, семья. Еще? Да. Читала бы и… Читала? Читала бы, да. Развивалась. Семья, дети, да. Семья, дети. Семья, дети. Семья, дети. Путешествия. Путешествия. Еще? Здесь еще один вещь, которые часто всегда говорят. Да. Я вот очень простыми вещами занимался. Дом строил, грабанки. Да. В свое удовольствие сельским хозяином. Ну, что-нибудь такое в свое удовольствие физическое. Я даже боюсь это классифицировать. Но вам беднее. Еще чем? Обычно еще говорят, я бы занимался не около другим людям. Путешествия и благотворительность. Путешествия и благотворительность больше времени семье и детям. Да. Давайте заглянем в каждый из этих пунктов. Как давно вы были в Третьяковской билерее? Или в Кремле? Купили ли вы билеты на елку детям? Как много времени… Нужно ли что-то еще, чтобы больше времени проводить с семьей прямо сейчас? Ничего для этого не надо. Вы прямо сейчас можете это делать. Вы прямо сейчас можете путешествовать. Люди приезжают за тысячу верт, чтобы попасть в Кремль, а вы этого не делаете. Это вопрос путешествий. Когда мы говорим про благотворительность, вы прямо сейчас можете это делать. Вы можете пойти и помочь элементарно старушку перевезти через дорогу в неположенном месте. Вы можете, не знаю, смс-ку отправить, 50 рублей, чтобы заниматься благотворительностью. Прямо сейчас это не мотивирующая концепция. Проводить… Потому что вы прямо сейчас это можете делать. Вам не надо делать усилий для этого. Нет, но вот мы сейчас можем вообще почти не верить. Потому что мы оба на двух работах работаем. Мы вообще почти не верить. Так. Это прям сильная для меня мотивация. Потому что мы пришли домой, а поели все спать. Следующий день, следующий день, следующий день. Так бывает. Так бывает. Как бы это мотивация все равно. Мотивация не в том, чтобы быть с мужем. Мотивация, скорее всего, я боюсь ошибиться, но, скорее всего, мотивация в том, чтобы найти время для того, чтобы у нас с ним было время. Вот мне я сейчас пашу на двух работах для того, чтобы у меня было время в будущем. Я это делаю не просто так. Но это уже не для того, вы каждый день с мужем, я надеюсь. Но, смотрите, быть здоровым – не мотивирующая концепция. Пока нас это не затронули. Да. Сама по себе фраза «быть здоровым», «я хочу быть здоровым» не мотивирует никого. Ты считаешь, как «я хочу зарабатывать деньги» из того, что Антон сказал? «Я хочу быть богатым» – не мотивирующая концепция. Если бы вы зашли в какую-то книжную, не надо в книжный магазин зайти, в YouTube. Миллионы роликов о том, как быть богатым, как быть счастливым, как быть здоровым. И при этом люди несчастны, болеют и бедные. Должна быть цель. Должна быть цель. Должна быть цель? Возможно. Возможно. Чаще всего дом – это образное понятие. И просто чуть-чуть глубже опуститесь на уровень эмоций и ощущений. Что именно даст вам дом? Что именно вам даст своя квартира или свой дом? Ну, дом практически всегда – это вопрос безопасности. Безопасность в чем-то. Можно вопрос, не скромный? Какая у вас цель? На данный момент у меня цель 4 21% группы. Я понимаю, сколько это в деньгах. Это больше 350 тысяч рублей. Я понимаю, для чего у меня эти деньги. То есть, конкретно. И я немножечко такой. У меня очень сложно с планированием больше, чем на год. Я вижу свою какую-то мечту, свои мечты на 3-5 лет. Да. Но мне намного проще планировать с годовыми отрезками. И дальше я их разбиваю на, конкретно, на квартал обычно. На 3 месяца. Не то, что квартал, а на 3 месяца. Вот у меня цель до марта месяца – достроить четвертую группу. То есть, вы не на месяц, а на квартал? Ну, у меня была эта цель на 4 месяца. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. А нет, ноябрь, декабрь, январь, январь, январь. Да, к марту месяцу. Даже 5, даже 5 марта нужно включить. Если вы не достигаете цели, как это? Панишмент вы имеете в виду, какое наказание будет? Ну, не наказание, как вы себя ощущаете, да. Это из вопроса наказания. И мне с этим, у меня пару дней назад была консультация со спонсором. Я тут похожую консультацию, у меня Генрих спонсор. И он очень хорошо меня знает. Мы знаем друг друга 20 с лишним лет. Он говорит, как только ты начнешь заморачиваться, начинаешь заморачиваться на каких-то вот таких вот глобальных целях. Чем ближе к цели, тем, и если она у тебя не получается, как ты видишь, то я все больше напрягаюсь. У меня получается еще меньше, еще хуже. У нас был отдельный разговор, как с этим. А, ну то есть это отдельно? Это отдельно, да. Мне Генрих поставил цель давать до сентября. Я так подумал, не-не-не, не фига, далеко, долго. Я пока держу для себя эту цель. Смотрите, для меня эта цель доходит 350 плюс тысяч в месяц. Это тигуан вместо пола. Ну, это вот такие вполне приземленные вещи. То есть лучше на приземленных вещах? Я не говорю лучше, я про себя рассказываю. А, понятно. Потому что есть люди, которые удерживают долгосрочную цель. И именно она их мотивирует. И они к этой цели идут... Я, например, восхищаюсь с Антоном. Я не знаю. Я ему уже говорил сто раз. Я никогда не смогу делать так, как ты. Ну, не способен я. Вот есть три действия, которые он делает на протяжении уже многих лет. Если надо, потом поинтересуйтесь у него. Такими людьми, как, не знаю, там, Саша Эрматова, да? Например, ну, из московских таких команд. Да, многие люди. У меня чуть-чуть по-другому это. Но у вас должна быть своя цель, которая будет вас мотивировать. Вернемся к вопросу. Чуть-чуть пойдем дальше. Вопрос какой был? На чем остановились? Что было самое главное, что я себе помню? Да. Я думаю, что на начале результаты вам нужно ставить небольшие цели. Потому что когда человек достигает небольших целей, он не мудир меняет. Когда он ставит на большие цели, это очень далеко. Размазанная дисциплина получается. Все размазано. И человек опять теряет в этом тумане. Чем больше целей для начинающих, тем больше этот туман происходит. Да. Вот. И я бы посоветовал именно новичкам, например, ставить какие-то ближайшие небольшие цели, небольшие квалификации. Когда вы сделаете возможный уровень энергии, вернее, веру в себя и энергии в себя. И потом это позволяет нам двигаться дальше. То есть, сила маленьких шагов. Сила маленьких шагов. Да. Самое лучшее формуло, чтобы не потеряться у многих работников и многих работников. Многообразие их целей, короче говоря. Но это мое мнение может быть. Спасибо. Ну, с маленькими шагами все понятно. Но, как сказать, это будет мое мнение. У меня это может быть. Скажем так, он еще молочит. Есть маленькие шажки. Но для этого, представьте себе резинку. Вот ты натянула резиночку. Ты не делала маленький шаг достиг лица. Для того, чтобы сделать следующий шаг, снова нужно снять. И снова. То есть, каждый раз такая какая-то мотивация. А когда резинка натянута вот так вот, достиг немножко. Она все время натяжение находит. Тебе все время что-то подсёгивает. Ты не даешь себе возможность расслабиться. Натяжение нужно держать. Чувствуешь, чуть подослаблен. Ну, чуть-чуть поднатянул, но ты постоянно находишься в напряжении. Находишься в этом движении. Маленькие шажки при натянутой резинке. Да. Но ты должен видеть большое что-то впереди. Куда ты пойдешь. Есть мечта. Есть мечта. Но для того, чтобы эта мечта осуществилась, нужно достичь какой-то цели. Ну, грубо говоря. Спасибо. Аплодисменты. Давайте всем всем, кто сейчас помогал разобрать вопрос, что было самым большим препятствием в достижении цели в ноябре месяце. У меня к вам следующий вопрос. А как вы будете с этим бороться? Наступил новый месяц. Наступил декабрь. И как? Что вы будете делать с тем, что вам мешало в ноябре? Вы можете оставить так, как есть. Вы можете сменить стратегию. Вы можете предпринять какие-то новые действия. что вы будете делать, как вы будете с этим бороться? Вот с вашими тем, что вас останавливало. Как вы будете с этим бороться? Буду учитывать. Будешь докладывать лак на то, что есть форс-мажоры. Могут быть форс-мажоры. Какой может быть форс-мажор в декабре? Какой самый главный такой форс-мажор в декабре ты видишь? Лично у себя. Просто главный работа. Работа может мешать. Спасибо. Кто еще? Вот тот пункт, про который я говорил, что на листе бумаги прописать то, зачем мне успешное завершение декабря. То есть, например, если есть цель менеджера, прописать, допустим, когда я закрывал вашу менеджеру, у меня было 15 фунтов. Зачем мне эту цель? Я просто взял из той бумаги и меня понесло. И когда читаешься, каждый день мозг включается уже, для того, чтобы он уже концентрируется на том, что тебе действительно надо, а не на том, что тебе мешает. И ты начинаешь думать, как я могу подвинуть что-то в своей жизни, для того, чтобы приблизиться. Спасибо. Спасибо. Да? Ну, вот, я не хочу, да? Я начала вас на помощь. Вречку вольнатон. Кака? Я сделала твою ответственность. И делала для бабушки, и за ребёнка. Ну, что это часть инфекционного требования много, и много, он всё-таки отрывать не мог. У меня ребёнок, я подумал, что это и бабушку. У бабушки, бабушке было такое ключи, и я видела за ребенкой, и она не могла расшифровать. То, что она подвела один сериал вольера, она забыла, что он не за ним мог, и она стала садиться на теле. Это я вижу, и я молчу здесь не делаю. Ребёнок у меня просто ходит в школу, и видимо, дам не сказал учитель. Но я не знаю, что учитель, что он не сделал. Мне бы с меня взял вольер, даже нашли, что это вот для жителей. Вот у меня сейчас и дам учитель. Я не знаю препаратов, я не знаю много от компании, я пришла, и предлагаю родных. Но на том, что я делала препараты, я этого даже не знала. Отлично. Спасибо. Спасибо. Ответьте на вопрос, может быть у вас, как вы будете, что в декабре, как вы будете сражаться с тем, что вам мешало раньше? Самодисциплина, опять же, о чём я уже говорил бесконечно. Про себя, про себя. Я буду или у меня? Да, мне нужно самодисциплину, чтобы эмоции не влияли на стабильность моих действий. То есть мне нужно уходить от такого подхода, нужно по-другому. Ах, погодите, погодите. Вам не надо уходить. Совсем. Вам наоборот надо прийти. С чего вам надо прийти? Что вам надо? Ну, не сдуваться. Что поможет вам не сдуваться? Вы в прошлом месяце сдувались, что вам поможет в декабре и дальше не сдуваться? Ну да, опять же, цель, выставить цель себе. Я думаю, да. Когда будет понятен основной мотиватор, когда будет понятно ради чего. Да, просто сесть, да, заморочиться с этим вопросом и наконец-то её найти. Наконец-то её найти, а она... Нет её конкретной, нет. Подождите, смотрите. Если вы говорите найти, значит, эта цель где-то лежит, так? То есть вы вот сейчас пойдёте под ёлочку и найдёте там свою цель? Нет, мне нужно... А где она? В голове. Так, как вам её найти? Сесть и хорошо подумать и, как вы говорите, представить себя в этой цели. Пробовали ли вы раньше думать о своей цели? Пробовала. Почему нет цели? Я смотрю по результату, что это значит не та цель, что это не истинная цель. Для чего нужна эта цель? Понятие. Нужно понимание. Так, ещё кто-то подскажет, может быть? Где взять цель? Почему нет цель? Не помогло. Почему это? Снова болталась, болталась. Вот и я болталась. Мне надоело болтаться и достигать успеха. И меня очень сильно гордят некоторые страхи. Страх не состояться. Страх быть неуспешным. Может быть это неправильно, но у меня больше мотивация страх не стоит. Может быть. У меня это не так работает. Так. Сколько времени на это понадобилось, чтобы вот это понять? Вот эту мысль найти цель? У меня, говоришь, сколько было, когда мне было год назад, когда я приношу цифру 30, у меня очень сильно стукнуло. Был триггер цифры 30. Был, что уже за 30, а сколько будем сидеть? Хорошо, спасибо. Давайте поможем ещё. Где взять цель? Где? Где же она? Где они находятся? Желание своей послушать надо. Чего же я хочу? Выписать? Не знаю. Сесть одному. Выписать. Сесть одному. Так, ещё. Спасибо, да, ещё. Помогайте. Да, вот сесть, да. Иногда, когда ты говоришь, что у него цель и желание, это означает, что он давно не верит, его даже боится не выпущать. Возможно. В какой момент? Возможно. Да, да, наверное, есть страх. Он боится вытащить все желания. Он не верит в то, что это чувствуется. Он говорит, что у него нет цели. На самом деле, это есть. Он верит в то, что это возможно. Но в такой момент есть. Да, Антон, вы правы. Есть в такой момент. И это длительный процесс, я хочу добавить. Установка цели, поиск цели. Это может быть длительным процессом. Это может быть коротким процессом. Но это процесс. Его цель нельзя... Ну, если говорить вашими словами, да, то, по идее... И все, кстати, на это надеются. Они надеются на то, что они реально в прибое курантов через месяц пойдут в подъемочку, найдут там уверенность, найдут там свои цели, да, найдут там веру в себя, мотивацию они там найдут. Вот это все живет вот там. Дед Мороз принесет. Дед Мороз принесет. Неправда, это сказки. Не показывайте эту запись детям, не будем их разочаровывать. Но поиск целей, это процесс. Но когда есть цель, тогда появляется движение. Итак, Наша, да? Можно? Нужно. У нас замечательные паркулы, у них странички. Советую всем поискать, полазит очень много информации, которую каждый из тебя найдет. Я не помню, у кого, но в каком-то было посту написано, что такое целевой человек. Целевой человек, это который, извините за выражение, не так вот так, что который хочет туалет. Вот он, если хочет, он идет, он ищет. Он писать хочет. Да, он ищет. Он все препятствия у него на пути, он измечает. У него цель, и он идет. Но он не может сказать, что я описывался, потому что я не добежал 5 минут. Я там куда-то чего-то. Он не оправдывает себя. А вот мы когда ставим цель, а потом почему-то начинаем юнить. Но он не получился сейчас. Хочу писать, да ладно, а завтра сходишь. Да, да ладно, тщательно. Поэтому вот когда вот здесь, ясно, ты знаешь, чего ты хочешь, вот это вот самое главное. Спасибо, спасибо. Да. Возможно, мне нужно было сейчас до этого момента. Это очень хорошая история, на самом деле, очень правильная. А я вам скажу так, я в прошлом месяце сделал 400 новых контактов. У меня подключилось два человека. Люди мне не заплатили деньги. То есть я им открыл мира. План был, конечно, другой по подключенным партнерам, но они мне не подключались. Я знаю, что это не в людях проблема, а это не в кандидатах проблема. Я вот тот человек, который бежит и ищет туалет, он бежит быстрее всех, и он его мутит. Потому что не только зависит от того, как быстро я бегу на этот туалет, да? Правильно? Иногда можно, если сильно приспичило, то ты заходишь за угол и просто делаешь то, что реально надо. Видимо, не сильно надо. Да. Бывает. Это очень распространенная ситуация. Это нормально. Ну, нормально для среднестатистического человека, да? Вопрос того, насколько это нормально для тебя. Потому что когда-нибудь в чайнике под крышечкой начинает так свистеть, что крышечку срывает. Чаще всего человек делает что? Время от времени он поднимает крышечку и выпускает партнер. Потом закрывает крышечку и терпит дальше. Это отличает успешного предпринимателя от неуспешного. Я и про себя в том числе говорю. Про любого человека. Я сейчас не хочу в кого-то там, в кого-то там не спать. Нет. Я говорю о том, что цель рано или поздно появляется. Например, я вот сейчас... У вас есть дети? Возраст? С ним и три. Первый и третий класс. Правильно? Нет. С ним и третий. А, и три года, да. Первый класс. Да. Да. Вот представьте, не дай бог, конечно, такая ситуация, но девочка, мальчик? Мальчик. Мальчик. Приходит мальчик весь зареванный, говорит, что его вот этот амбал, учитель физкультуры там надавал подзатыльников и выпил с урока. И вот тут наступает момент, когда вы маленькая, слабая женщина, вам все кофе, вы идете разбираться с этой глыбой, потому что это ваш ребенок, у вас есть очень сильная мотивация, вам надо защитить своего ребенка. Мотивация может появиться очень быстро, но вы ее четко знаете. Иногда даже вы ее не осознаете, но она есть. Ну, у меня была такая мотивация, маска. Я сделала все, чтобы она у меня появилась. Отлично. Теперь попробуйте насмотреть на цели уровня выше. Ну вот, значит надо заплатить. Не просто локальные цели, а цели более глобальные. Хорошо, давайте идем дальше. У нас был вопрос предыдущий, какие были сложности, какие самые большие препятствия. Дальше был вопрос, как ты будешь с этим справляться, да? У меня к вам еще один вопрос. Какие, какой конкретно шаг или какие шаги в ближайшую неделю вы будете делать к достижению своей цели в декабре? Работать с партнерами и их будем. Давай что конкретно. Начнем действовать по алгоритму. То есть звонить, кто за знакомым. Представить заинтересованных людей. Продолжать делать то же. Еще плюс с теми людьми, которые подключатся. Да, давай попробуем еще конкретнее. Я знаю партнера, его зовут вот так, и мы с ним сегодня договоримся и составим план на неделю по звонкам. Как раз таки на сегодня назначен созвон. Так. Мы будем созвониться, начинать делиться по алгоритму. Сколько человек ты сегодня прозвонишь своих партнерам? Ключевых прозвоню четверо. Четверо? Уже назначены встречи или пока нет? Нет, еще. То есть твой шаг первый. Созвонить с ключевой партнером, да? Угу. Еще какие шаги? И вот с тем, с кем уже запланировали действия, начать действовать по алгоритму с сегодняшнего дня. Подожди, тогда ты созвонишь с чего? Ну, по алгоритму. У нас задача сегодня. А, это новички вообще? Да. Окей. Вот хорошо. Какие конкретно действия, да? В ближайший день, два, три, неделя? Я буду проводить, так, три встречи по бизнесу. Секунду. 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 Я, например, сегодня назначу в той или в этой встрече, или в ближайшую неделю я назначу, я буду проводить, это чуть-чуть другая формулировка. Так? Я провожу три встречи каждый день. Я назначу, я буду назначать три встречи каждый день, да? Я буду в колонках проводить. А, окей. То есть, три контакта в день минимум? Ну, именно встречи. Ага. Ни звонки, ни неделю, а именно встречи. То есть, сколько-то контактов, сколько-то звонков, чтобы было три встречи. Спасибо. Три встречи каждый день. Еще какие действия? С одним ключевым партнером запланируем месяц сегодня. Когда? Сегодня. И сделаю звонки для того, чтобы на ближайшие два-три дня назначить десятку встреч. Десять встреч с ним, с его кандидатами. Нет, не с ним. Мои личные встречи. Твои личные. С ними запланируем месяц, сам назначу первую линию десять встреч. Спасибо. Еще? Кто поделится? Какие конкретные действия, шаги вы сделаете в ближайшем день, два, неделю? Сколько? 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 50. Что вы с ними сделаете? Секунду, секунду. Мне про результат. Про шаги. Вот вы будете звонить и что? Я спрашиваю, если вы будете делать новогодние подарки. И предлагать новогодние подарки. 500 клиентов. В течение какого времени? В течение недели. В неделю. В неделю. Отлично. Хорошо. Спасибо. Еще? Ну, это примеры. Мы просто набрасываем сейчас примеры. Да? Я поставлю себе цель. Пять контактов в день. Несмотря ни на что. То есть планируем так. В ближайшем неделе вы будете сделаны по пять контактов в день. Вы знаете, где? Да. Ну, это все. Пять контактов. Что считается контактом со звонком и с кем-то гибелом? Ну… Звонок – это общение. Звонок, встреча, встреча, встреча. Как у вас было? То есть какой-то контакт? Вербальный либо немербальный? Я согласен, да. Ну, это либо первоначальный звонок, либо махом для встреча. Непосредственно общение с человеком. Лично или по телефону? Лично. Нет. Можно быть сделанным. То есть, как минимум, со скольки людьми в день общаться? С пятью. Угу. Спасибо. То есть, если я звоню Васе и предлагаю, если Вася отказывается, это считается контактом. Контакт, да? У каждого свои критерии. Да, 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 да. Все правильно. Вообще, да, я прокорректирую, чтобы именно отправить видео, да, если контакт. Либо это отправить в каталог для того, чтобы там депутат, там, депутат, там, депутат, либо это видео, либо это или это встреча по ДАУ, назначительно в зависимости от тебя. То есть, отправить человеку, которому сделано предложение. Я тебя отправлю, ты хочешь, да, хочу отправлять. Правильно? Ну, сейчас я поставила, если у меня такая, если я звоню знакомому, я звоню так и так и сотрудничеству с компанией, что тебя на данный момент пишет здоровье или красота. И в зависимости от этого я не буду задавать. Спасибо. Давайте еще один, да, Антон? Ну, я почему на этот момент почувствовал, потому что это реально очень важно. Например, я, если я читаю контакт настолько, как я, для чего, как у меня получил мой сайт бизнес-предложение. Ну, это может быть продукт. И происходит такая ситуация, что, ну, например, там, моя задача, чтобы 10 человек в день получили мой сайт спортивных предложений. Это может быть институтивный контакт. Это могут быть в колонии, либо это могут быть в колонии двадцать дней, когда время детства сажусь и делаем двадцать дней. И бывает, вот, момент, когда бывает трятнадцать, делаешь, ну, текст трятнадцать раз говоришь, и скидываешь десять видео. То есть я считаю для себя, когда десять видео скинул, я рукунул в план. Но бывают такие моменты, когда у него может, например, два с половиной часа на те же самые десять видео. И ты когда ставишь мысль, понимаешь, что ты проклорируешь двух человек. И это очень важный момент понимать, что читать, а так, для себя. И ставить грамот в конкретный момент. Иначе тут опять всё разумеется. Да-да, всё верно, это вопрос об эффективности проведения презентации. Можно сделать десять контактов и достаточно десять встреч. И, скорее всего, это с тёплым кругом может работать. А можно сделать десять контактов и не выслать ни одного видео. Эта статистика у каждого разная, она зависит от способа поиска своих контактов. Хорошо, давайте мы сделаем сейчас упражнение для того, чтобы закрепить то, что мы сегодня здесь с вами попытались пройти. Я попрошу сейчас разбиться вас на четвёрке. И обязательно условия, чтобы в вашей четвёрке был хотя бы один человек, которого вы не знали или лично не общались до сегодняшнего дня. Пожалуйста, минуту разбейтесь на четвёрке и где-нибудь займите место в этом зале. Давайте, 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 все, все, все. Вот сзади есть тоже люди и обязательно нажмите на четвёрку. Как у вас много-то? Так, у вас нет четвёрки, поднимите руки. У кого нет четвёрки, поднимите руки. Давайте сюда ещё. Ой, у меня нет четвёрки. Проходите сюда, что ли. Так, смотрите, упражнение не начнётся, пока все не разобьются на четвёрку. А побольше можно? Упражнение не начнётся, пока все не разобьются на четвёрку. У кого нет четвёрки, поднимите. Раз, два. И вот как раз вот, вот этот человек, вот туда вот, вот эту четвёрочку вот сзади. И делитесь на две команды. Не-не-не, вам времени хватит. Делитесь на две команды вы здесь. Давайте так. Четыре, 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 четыре. Четыре, три, четыре. Отлично? У нас трое. О, Марина. О, Марина. Садись. Смотрите, у вас, давайте. Четвёртый будет. На каждого по две минуты. Вам нужно представиться. Послушайте внимательно. Назад своё имя. Потому что вас, скорее всего, не знали кто-то. Вам нужно озвучить свои цели на декабрь. И назвать первые шаги, которые вы сделаете в ближайшие один-два дня либо недели. То есть, конкретные шаги, которые вы сделаете в ближайшие несколько дней. Итак, представиться. Назвать свои цели на декабрь. И назвать свои шаги, которые вы будете сейчас начинать выполнять. Пожалуйста, приступайте. Есть вопросы, может быть? Всё понятно? Приступайте. Давайте я начну. Меня зовут Владимир Лябов. Просто, понимаете. А, так. Цель – познакомить с бизнесом и с продукцией пять новых людей, и я буду увеличивать количество предложений в следующем месяце. Сознакомить или подключить? Сознакомить. Ну, новых пять людей. Ну, это на неделе или с декабрь, соответственно? Это на декабрь. А, на декабрь. Это на декабрь. У меня просто основная работа. Я не могу там ничего делать. Я в свободное время могу только как-то знакомить людей. Кого-то искать. Поэтому так. Так. На декабрь. На декабрь. На вещи. Цель – 21%. На декабрь. Как тебя зовут-то, девушка? Главная цель. Ха-ха-ха. Главная цель. Главная цель – 21% – 21%. И что ты будешь делать для этого дела в ближайшую неделю? Для того, чтобы гостичь. Что ты умеешь, что будешь уменьшать делать? У меня сейчас работа включенная. Я говорю, что сильно будет, мне надо иметь очень быстрое цель. И, естественно, продолжаю. У меня там в планах 200 человек, чтобы позвонить в этом месяце. Стандарт уже есть. В декабре. Меня зовут Татьяна. У меня цель в этом месяце выйти на агентство процентов. Значит, я работаю в основном со своей целевой аудиторией, то есть с людьми моего возраста. Поэтому я работаю в программной институте. Вот у меня на сегодня назначено два. И на завтра тоже две встречи. Ну, вот таким образом. А что будете улучшать, делать? Что? Что будете улучшать, делать? Что улучшать? В декабре. Может, поменяется ничего? Я не знаю, что это будет. У меня это единственное. Все идет и идет, да? Я могу владеть там утром. То есть я могу сделать это прочитать что-то. Вот. Поэтому определенные. Уже сабелью. То, что есть, то есть, то есть. Я сабелью не знаю. У меня на плену. Цель на декабре. 11 процентов. В следующей неделе выразилась с сядком так вот с водахом в положении теплой и холодной. И плюс с линусом в интернете. Т.е. Т.е. У меня заряженные садалов с этими пунктерами, с дубами, с белесоком. И я не осуществлю. Марина, ваши фишечки? Секретики? Да нет, я не люблю секретов. Работать надо. Что у тебя работает? Ничего особенного нет. Как ты товарообороты вылечешь, продажи, как ты делаешь свои? Продажи, звонила, всем знакомым предлагала подарки. И все, только так. С сертификатами или без? Просто звонила и не говорила подарки. Ну нет, клиентская база уже на работу. А, у тебя уже все, там, твои люди по всему Москве. База у тебя уже конкретная, да? Да не конкретная, просто есть определенное количество. Клиентская база. Ну нет, ну да, все. На работу не уже, да? Почему не занимаешься? Каждый раз появится. Они сами не делают, кстати? Почему они сами не делают? Почему ты не знаешь? Потому что с клиентами надо работать. Сами не делают, да? Ничего. Да. Я думаю, что если у вас свой клиент, он будет сам состоятельным очень мало. Со всеми надо работать. Вот. Вот это самое главное. А ты их не подключаешь. Ты их просто сама продавишь. Если ты подключала, то больше прекратилось, когда не работают. Клиентам не надо подключать. Все это только за счет. Надо подключать, потому что те, которые собираются и собираются. Берем ее, да? Не только так. Что они тут хотят, им еще общаться. Пообщаться с ними. Чтобы им рассказали. И довезли радиусы. У нас есть продуктовый день. Видео. Ну вот поскорение. У нас есть тень. У нас есть тень. У нас есть тень. Я помню, после этого звания... Боих. Сейчас ты меня избирал вообще. Ну да. Нашки люди целью обращать. Все на секунду берем. У нас особо вертиканы. У нас особо вертиканы. У меня помню. У меня не смоет... Особенно вот... Моя душа, потому что молодежь все-таки, она более подружна, она более подружна, она более подружна, но у нас уже нет, поэтому не цель, не манья, а это любовь. Моя душа, без него, не встречает сей день, мы практичат свои деньги, мы различаем mucha машина, но у других завершении, мы думаем, не так paper, они очень оценивают, которые пришло на вашем р 42. Продолжение следует... 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 Беру 500 баллов сразу, отлично, еще 6%, бонусная линия, и количество заказов. Если человек у вас сделал заказ сейчас, значит, вполне возможно, вы можете как-то порекомендовать ему сделать еще один заказ через некоторое время, вполне возможно, будут какие-то новые акции дополнительные в декабре месяце. Это вопрос о конкретике. Да, что еще сегодня запомнилось из нашей встречи? Что было полезного, ценного? То, что надо доставать из себя свои цели. Цель должна быть своя. Это сложно, и это важно, и это большая мудричная работа. У тебя сильно поменялось за месяц отношение к тому, что ты делаешь, мне кажется, правда? Серьезно? Ну, для меня это заметно, потому что месяц назад это было сплошное махание шашкой. Точно? Да, это правда. А сейчас... Вот, сплошное махание шашка. Да, я вижу сейчас, что у тебя больше конкретики появилось в твоих, по крайней мере, в твоих фразах. Да, еще? Да? Ну и такое простое, что наши цели – побыли побольше с семьей, боготворительностью и так далее, да, можно делать уже сегодня. Прямо сегодня можно это сделать, да. Это пойти купить билет на елку заранее, это запланировать ужин с любимым человеком, с мужем заранее. Я сейчас, кстати, готовлю... У меня есть... Я это делаю для своего... Я делаю для кандидатов. У меня будет такая вот таблица – 49 вдохновляющих целей на 19-й год. И там, в том числе, есть в разделе «семья», в разных разделах, я вот сейчас не помню. В том числе, спланировать ужин, просто побыть вдвоем. А почему сару, да? А потому что там семь колонок и семь строк. Ну, можно и 77 сделать, но можно и там 100 с чем-то сделать. Ну вот, там будет 49 и еще несколько строк пустых, для того, чтобы вы могли вписать что-то свое. Ну, например, на 19-й год, мне очень самому понравилась эта цель, я недавно озадачивался этим вопросом, в разделе «семья» на 19-й год. Это большая работа, например, составить генеалогическое древо своей семьи. Я тоже начинала, но у меня пока все застряло. Может быть, может быть, но вот на следующий год я сам себе запланировал, в том числе, начать, продолжить работу над этой целью. Спасибо вам большое, я вам желаю отличного результата в декабре. Я надеюсь, что подобное планирование, что… Пока нет у вас семь групп, которые… Следите за моим фейсбуком. Причем следите за моим бизнес-аккаунтом в фейсбуке. У меня их два, есть в персональных темах «Моя жизнь», «Лайфстайл», и есть бизнес-аккаунт, где я рассказывал о своем бизнесе. Я надеюсь, что вы декабрь сделаете мощнее, чем был ноябрь. Я желаю вам быть в гармонии с самим собой, знать то, чего вы хотите, ради чего вы это делаете, знать, какие барьеры у вас возникают, что вам помогает. Очень классного вам декабря. Спасибо большое. И спасибо представитель, как еще одного нашего тренера. Вот он здесь ходит уже кругами. Давайте поаплодируем и встретим Али Кучиев. Ну что, давайте поставим оценки Александру Мачалову. Кому понравилось выступление Саши? Те, кто сейчас поднимал руку, на второй вопрос вы не можете поднять руку. Хорошо? Кому очень понравилось выступление Саши? Ну что, друзья, скажите, пожалуйста, у кого какие впечатления по ноябрю? Как прошло? У кого вырос товаро-баро? У кого упал? На детстве. Не, ну вы женились. Вам можно. А у кого остался таким же? Плюс-минус 10%. Обратите внимание, что тех, у кого вырос все-таки больше, чем тех, у кого упал. Бизнес – это такая штука, которая зависит от количества проданного товара или услуги. Если товар или услуга продаются хорошо, соответственно, ваш бизнес растет. Я вам здесь, наверное, вряд ли открыл какую-то истину. Но в нашем бизнесе для того, чтобы товар или услугу продавать, нельзя сидеть на школе вот так. Я вот сейчас пришел, да, смотри, там. Паша. Мачалов. Ты кто? Дружище. Ты что вообще говоришь? В нашем бизнесе преуспевают люди открытые. Люди, которые улыбаются. Почему? Как вы думаете? Потому что люди не други. Не, людей это раздражает, на самом деле. Но почему? Располагает. Располагает. Хорошо. Почему? 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 Потому что у него, а то, что купит. А, помню, его фамилия, пожалуйста. Называет доверие. Нет. А как быть таким же? Хотят быть такими же. Близко. Мое мнение. Опять же, я всегда со сцены проектирую свое мнение. Оно может отличаться от вашего. Я не говорю, что мое мнение – это истина. Я думаю, что в наш бизнес люди приходят, потому что они в вас увидели что-то, чего нет в их жизни. Если мы выйдем сейчас за пределы нашего офиса, я еще дам плохую рекомендацию, старайтесь ее избегать. И спустимся в метро, тогда вы увидите огромное количество людей, которые недовольны своей жизнью. Если вы их приглашаете сюда в офис, и вы тоже недовольны своей жизнью, и это всячески демонстрируете на своем лице, и при этом говорите, что вы пипец как довольны своей жизнью. И люди же это считывают, они же не дураки, и они на каком-то подсознательном уровне не хотят с вами работать. То есть возникает какое-то обторжение, дисбаланс в ваших отношениях. И что касается Саши, да, Мачалова, с технической точки зрения он сейчас дал сумасшедшие вам знания и навыки, которые вам помогут. Но помимо техники еще есть и другие какие-то аспекты. Почему вот один говорит одни слова, и у него люди приходят в бизнес, а другой говорит точно такие же слова, и люди в бизнес не приходят. Что-то написано на лице, да, существует еще язык тела. И над этим обязательно надо работать. Нужно быть открытым, позитивным, добрым, сумасшедшим. Да, немножко. А кто будет, скажи, как им быть самым? Я всегда рассказываю историю, которую мне рассказал мой спонсор. Моему спонсору, его спонсор однажды рассказал, он уже человек, это спонсор моего наставника в другой там компании, он уже умер. Вот, он рассказывал такую историю. Говорит, как я ищу партнера, которые в моем бизнесе станут лидерами. А он был такой тучный, толстенький мужичок, и он говорит, я спускаюсь в метро, хожу к платформе, отъезжает поезд, там люди в поезде, открываются двери, люди выходят. И тут он делает вот этот толстенький тучный мужичок, вот так вот, он впрыгивает в вагон и говорит, аааааа! И после этого он смотрит на реакцию людей. Люди реагируют по-разному. В основном, это не мои, говорит, люди. Это, говорит, тоже не мои люди. И есть, говорит, всегда в вагоне Один-два человека На лице у которых улыбка Он говорит, в этот момент я остановлюсь серьезно Подхожу к этому человеку и говорю Вы мне нужны в моем бизнесе И делаю холодный контакт Как стать сумасшедшим? Вперед! Кто готов это сделать? Кто готов это сделать? Костя, ты сделаешь? Давай, говори, что ты сделаешь На следующей школе, а что ты делаешь? Окей Девушке в розовой кофте не понравилось Она смотрела на тебя вот так Не буду ходить в первую сторону Это не говорит о том, что вы ненормальные Это говорит о том, что мир вокруг нас ненормальный Люди должны быть счастливы Они должны улыбаться Понимаете? И тогда что-то в жизни происходит Окей На самом деле я хочу рассказать вам Очень интересную вещь Одну Которая, я думаю, будет вам полезна Существуют В нашем бизнесе Навыки О которых говорил Саша Мачалов Существует в нашем бизнесе планирование О котором говорил Саша Мачалов Существуют техники, как это делается Это все правильно Это все нужно И это все очень круто Но существует еще и другая сторона Этой медали О которой мало кто задумывается И которую тоже важно И необходимо понимать Применять в нашем бизнесе Приведу простой пример Кто из вас хоть раз планировал месяц в ЛЛ Честно, поднимите руку Оставьте ее держать Планировали месяц Кто по факту плана не достигал этого Оставьте держать руку Если у вас была хоть раз Я в жизни ситуация была То есть вы партнер? Да А, еще не партнер Значит напугает девушка Вот, то есть Все, спасибо Огромное количество людей В нашем бизнесе Ставят какой-то план А по факту К этому плану Они не приходят План поставлен правильно Технически верный Все-все-все хорошо Но почему-то не приходят Почему? Какие идеи? Ну, если ты говоришь Чтобы ты не придерживаешься плана И потом остается момент То есть запланировано будет 100 действий Выполнило 60 действий В лучшем случае, я бы сказал Не верит Не верит? Так, хорошо Еще какая идея? Лень преград на пол Лень? Не делает Не делает? Заниженные 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 цели Хорошо Давайте представим себе ситуацию Есть Вы И перед вами есть Яма с крокодилами Длиною 3 метра И к вам подходит человек И говорит Перепрыгни Давай Поставь план Перепрыгнуть яму Поставь цель себе Перепрыгнуть яму Все себе технически правильно Сделай Просчитай математическую Трагонометрические Там все параметры Своего прыжка Какой тебе нужен разбег Силы ускорения Лунный календарь Там Близко Далеко Луна от космоса И прыгни Прыгните При каком условии Вы прыгнете Если сзади крокодил Точно знает Что перепрыгнут Еще при каких условиях Вы 100% перепрыгнете Если вы верите Что вы перепрыгнете Правильно Если вы не верите Даже сзади крокодил Может вас сожрать Но некоторые люди Не перепрыгнут То есть ключевым параметром В нашем случае В данном примере Является Девушка Вера Правильно? Согласны? Да В нашем бизнесе Существует примерно То же самое Почему я Зацепился на этом слове Я Я верю Что вера играет Большую роль Потому что Бывает Человек поставил себе цель И он в нее не верит Делает он дальше Не делает Правильно он делает Неправильно Не играет никакой роли Он просто не верит А если он не верит То он будет Он проведет Больше на 100 встреч Чем запланировал Но у него на лице Будет написано Я не верю В этот бизнес Я не верю Что я могу Эту цель достичь И кандидаты Будут это видеть Они будут Это считывать Мы все люди Мы все Ну Образно говоря Мы животные А животные На интуитивном уровне Чувствуют страх И другие Как бы Эмоции Человек Вы чувствуете Эмоции Других людей Звой он Добрый он Расположен К вам хорошо Льстит он Или правду И так далее То есть вера Важна Я думаю Что очень многие люди Вот в этом пункте Как раз таки И Дают осечку Они не верят Вот допустим Костя Мой партнер Вот я приехал Из Краснодара Вернулся сюда Он меня ждал Говорит Давай Ты мне нужен Чтобы закрыть Младшего менеджера В итоге так и получилось Без меня бы не закрыл Наверное Вот И он Сентябрь Сентябрь Костя Какая цель Факт Результат Тысяча баллов Октябрь Какая цель Фактический результат Тысяча баллов Ноябрь Какая цель Фактический результат Четыре тысячи баллов Почему Поверил Ты поверил Ну я верил Просто Достаточно Количества действий Не делал У себя я всегда верил Ну хорошо Ты в Сентябре Делал достаточно Ну не достаточное Количество действий Но какие ты действия Ты делал Но люди то не стартовали Оборота то не было Правильно? То есть Что поменялось? Почему? Во-первых Костя принял решение Это тоже важно Но мы об этом Сейчас не будем Принял решение Что в этот месяц Месяц не закончится Пока он не сделает Мы кстати с вами Очень рисковали Мы могли еще В ноябре с вами Находиться Костя не закрылся Вчера Так что Косте надо Поблагодарить Но у нас есть Другая опасность Костя сказал Что на декабре Не закончится Пока он 8 тысяч баллов Не сделает А это Новый год Не зайти Секрет Всех людей В моих действиях Вера Определяет В том числе Ваш результат Однажды На одном из выступлений Генрик Эркман Сказал такую Интересную Сказал Такой интересный Пример Большое мероприятие Компании Компания объявляет Промоушен Какой же Конкурс И у нас Это с вами Будет В январе И я думаю Что вы сейчас Те кто давно В компании Себя сможете Увидеть Вот в этом Примере Объявляется Промоушен Внимание Супер Путешествие На яхте Вам Инкрустируют Бриллианты В веке Что угодно Там вам Подарят Великолепие Всего мира Будет ваше Но надо Сделать 12 тысяч баллов Для серебряных Лидеров Организации В зале Сидит человек В какой-нибудь Квалификации Несеребряного Лидера Организации Так Это не для меня Давай дальше Кто себя узнал Было у кого-то Такое Было Это внутренний Диалог Следующее Путешествие Мы вам Подарим Вот это Вот это Не бриллианта Будем Инкрустировать Вам Топазы Но только Для бронзовых Лидеров Организации И ты такой Сидишь Внутренне Так Так Это тоже Не мое Давай дальше Следующее Для младших Менеджеров Мы Дадим Бутылку Воды О Это мое Договорился С собой Почему Люди Этот внутренний Диалог Ведут Они Либо Верят Либо Не верят Если Ты Не веришь Как Ты Это Сделаешь Да Можно Сказать Себе Что Я никогда Не верил Что Я стану Президентом ВЛР Но ты Веришь Что Ты станешь Лидером Организации Бронзовым Лидером Организации Золотым Лидером Организации Ну и Дополз Там уже 100 баллов Не хватает Президентом Ну ладно Допью Балов Поверил Никогда Не верил Что Станов Президентом Такое Бывает Да Но Вы По пути Верили В меньшие Цели Кто Согласен Со мной Опять же Поэтому Что Надо Сделать С нашими Крокодилами Как Перепрыгнуть Если Вы Не Верите Вам Нужен Перед Глазами Пример Того Человека Который При Вас Эту Яву Перепрыгнет Кто Согласен То есть Вы Так Не Не Невозможно Перепрыгнуть И Тут Подходит Инвалид С Павлич Разгоняется Оп И Перепрыгнул И Вот Даш Если Он Это Сделал Если У вас Есть Перед Глазами Пример Человека Который Это Сделал Это Значит Что Вы Можете Сделать Это Тоже Кто Не Стесняется Свой Оборот Сказать Четыре Человека Кто Не Стесняется Давайте Человек Номер Один Сколько В Ноябре Итог Ноября Сколько Нельзя Преуспеть Компания Не Зная Свой Точный Товар Оборот Наизуч Два Сколько Общий 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 Общего Нет Тогда Не будем Мне надо Общий Товар Общий С групповыми баллов Тысяча Четырнадцать Три Кто Еще Давайте У кого Больше Марин Тысяча Десять Четыре Пятьсот Ровно Да Еще Высчитывала Баллы Да Да Бонусные Линии Добивала Да Чтобы Купить На четыре Бала Давайте Еще Один Пример Что Есть Между Этим 6607 6607 Упал Товар Оборот У человека Упал Товар Оборот 6607 Пишу Вторую Цифру Вы верите Что в декабре У вас будет Тысяча 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 Четырнадцать У кого было Вы верите Что в декабре У вас будет Четыре тысячи Сколько Вы не верите Что у вас будет В декабре Тысяча Не верите Что будет Двенадцать Ты веришь в это? Ты веришь в это? Ты точно в это веришь? А я Генри Хур скажу. А он знает. Ты веришь? Сколько? 200? 200. Звезды насчитал. Вы реально в это верите? Вот эти два брула сидят. Мы не верим. По глазам прижим. Это не значит, что не будет. Что это такое? Как вы думаете? Какая это формула? 4, 3, 7, 5. Нет идеи, что это такое? Важно. Чьих? Костей. Не надо, у Костей меньше. Он там сколько стоит? 4 балла. Ну чьих? Твоих? Моих, конечно. Это я. Мои баллы в 2011 году в ноябре. Когда я первый год пришел в компанию LR, мой первый ноябрь. Верил ли я тогда? Честно, понятия не имел. Мне было некогда верить, думать. Я просто знал, что я через год в LR стану президентом. Я президентом через год не стал, конечно же. Но, тем не менее, я, как мне кажется, сделал неплохой результат. Это ноябрь. Помните, я говорил, что вам нужен пример человека, который по отношению к ноябрю увеличил свой товар оборот. Я хочу стать для вас таким примером, чтобы вы поверили в то, что все возможно. Не мотайте головой. Все возможно. Давайте угадаем, сколько баллов у меня было по итогу декабря. Кто хочет поиграть в русскую рулетку? 14. 14. 15 баллов. 16. Сколько? 12. 21. Мои партнеры мне верят. 8. 8. У меня что, 2. 2. Я упал. 12. 12. 15. 15. 15. 43. 143. 143. Ага. Вань, иди сюда, чтобы я просто камешотного оборота свой подготовил, чтобы было видно. Вот смотри, 4, 3, 7, 5. Правильно я написал? Это вот, 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 2600 личных, это наявка. Берем декабрь, да? 297 личных баллов. И общих, задиктуй, пожалуйста. 28, 235. Юмау... Жень. Вот, товарооборот мой того времени. Я не круг. Вот, все здесь. Как? Что Вы делаете? Это второй месяц было? Нет, это не второй месяц было. Не, это не второй месяц было, это пяти или шестой месяц было. И ты говоришь, не верил, но просто. Как я это сделал? Костя, как я тебе сказал сделать 4 тысячи баллов, расскажи, пожалуйста, утром приходишь, 10.00 приходишь, а уходишь во сколько? После закрытия. 21.00. Виталик, помнишь 2011 год? Во сколько мы уходили из офиса? Во сколько, не помнишь? А офис закрывался? Офис закрывался в 21.00, а мы уходили в 23.00, когда здание закрывалось. Вот так мы это делали. И я вам могу сказать, как Генрих сделал президента в то время, потому что когда я приходил в офис в 10.00, Генрих уже был там, уже встречи проводил. Окей. Насколько мое выступление было полезным? Вы верите во сколько сейчас, что вы можете сделать в декабре? После вашего выступления? Да. Крокодилы перепрыгиваем? Да, перепрыгиваем. Сколько? Две. 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 Ты здесь. Хорошо. Сколько? Две. Вы можете больше. Двенадцать. Вам больше некуда. Не есть куда. Корректировать будет. Ты можешь? Ты видишь. Опять не будешь баллы добивать, да? Сколько четыре пасты? Баллы. Ты веришь, что можно сделать лидера организации? Верю. Но цифры для нас есть. Но цифры для нас есть. Ради Бога. Это ваш бизнес. Самое главное здесь понять, это ваш бизнес, это ваша жизнь, это жизнь ваших детей, жизнь ваших родителей. Это все только ваш, ни Майор, ни Еврика, ни Виталика, ни Мочалова, ни Степанова, ни кто там еще, ни Ерматовой, ни Дробина, ни Батуриной, ни Веденева, никого. Это ваша жизнь, вам с ней распоряжаться. И если у вас с утра до вечера все свободное время нет в офисе, это значит, что ваш бизнес пока не бизнес. Вы просто играетесь в него. Учитесь, обучаетесь. Это та стадия, которую некоторым людям, скажем так, даже большинству людей необходимо пройти. Необходимо. Без нее нельзя вырасти. Но есть люди, которым эта стадия не нужна. Например, я. Мне эта стадия была не нужна. Я пришел в бизнес 20 июня. Нет, 20 июля я пришел в бизнес. Я за месяц сделал баллов тысячу, что ли. Потом я ушел на месяц, я поехал отдыхать, у меня была запланированная поездка. И когда я вернулся в сентябре, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, вот мой декабрьский результат. Потому что я понял, что это тот шанс в жизни, который я не могу из своих рук упустить. Вот когда ты видишь, я на своем примере скажу, когда ты видишь женщину, которую ты понимаешь, это мой спутник жизни и я ее упустить не могу. Парни, все сделаем. И на третий этаж без лестницы залезем непонятно когда, цветы подарить. Правильно? Кто залезет? Все сделай, братья женщин, если надо. Ты не сделаешь? Что ты делаешь? А что ты сказал? Сказать что хочешь? Да. Ааа, правда. Вот. Поэтому, друзья мои, первая техника, вторая вера интуиция и действие. Это то, что даст вам результат. Компания для нас сделала все. Такого уникального предложения на рынке с фасттрейком, с автопрограммой, с продукцией нет. Идите, ищите, не найдете. Никто из вас нигде не найдет. Компания дала максимум, что могла. И я удивлюсь, точнее не удивлюсь, если она в будущем даст еще больше, чем этот максимум, потому что это происходит уже на протяжении 30 лет. И ваша вера определит ваш результат. Вы можете закрыть младшего менеджера. Вы можете это сделать. Вы тоже можете это сделать. Я не знаю, как вас зовут. Вы можете сделать младшего менеджера. Это технический навык. Действие правильнее и количество встреч. Все. Слушай, ты хочешь выступить, он хочет выступить. Все хотят меня убрать. Я не могу говорить сейчас. Вот. На примере с Костей то же самое произошло. Тысяча, тысяча, четыре. Вдруг откуда прилетели 4 тысячи баллов? Вера, настрой, правильное количество действий. И начните это действие делать сегодня. Потому что сегодня уже декабрь. Кто хочет, кто хочет. Вот если я приду в среду, например, в 6 часов в среду, если я приду, а вас в офисе нет, то значит вы не хотите бизнес строить. А если вы в офисе, значит хотите. Вот я посмотрю в среду, кто из вас будет в офисе. Если столько людей не будет. И каждый не будет проводить встречу. И кстати говоря, мы каждый друг на друге завязаны. Если я привожу сюда кандидата. И он видит, что 50 человек сидит и проводит встречу. Он думает, блин, это что-то прикольное. А если я привожу кандидата. Он говорит, что смотрит, а что у вас в офисе народу нет. Да ты знаешь, у нас в основном все делают онлайн заказы. Основная группа товарооборота у нас в Сибири. И мы только открылись, офис переехал. И ты начинаешь говорить какую-то ерунду. Зачем это делать, когда мы можем как команда взять, договориться и делать то, что надо делать с каждым из вас. И это будет общим результатом. Спасибо большое. Верьте в себя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На самом деле, я думаю, Лалик еще расскажет историю, как он реально сделал невозможно. Препрыгнул в яму, в бассейн. Виталик, я не знаю, как я это сделал. Я просто сделал. Ты можешь рассказать короткую историю? Я не знаю. Приехал в гости, в частный дом, и на улице ночью вышел, а там бойцовская собака ночью гуляет. А, это история? Да, да, да. И напротив бассейна, там бассейн был, по-моему. Ты мне рассказал? Да, коротко был, буквально. Я приехал к другу, а у друга, ну я знал это, у него живет дома пёс. Пёс такой, что если как бы что, он тебя просто сожрет и даже не подавится. То есть там очень серьезная собака. Очень серьезная собака. И, ну мы давно очень дружим, и я прекрасно эту ситуацию знаю. Поэтому перед тем, как выйти из дома, его, когда там я у него с ночевкой оставался, я всегда там звонил сторожу или ему, и говорил там, когда я говорю, заперт? Он говорит, да, заперт. Это все, можно выходить. Вот. Потому что они живут, ну у них дом в черте города в Москве, и у них частный дом со своими там в одном из парков. Не спрашивайте как. Вот. И поэтому у них там очень серьезная охрана, собака там и так далее. И вот, короче, одним утром я полную уверенность, что пёсик в клеточке уже спит, выхожу в машине и что-то свое забыл. Выхожу из дома, подхожу, знаете, к машине, а у них прудик такой. Ну не знаю, ну прудик. Ну с места ты его вряд ли не перепрыгнешь. Глубокий прудик с рыбками. Я подхожу к машине, открываю дверь своей машины, и вдруг как-то интуиция зверя понимает, что кто-то на меня смотрит. Я оборачиваюсь, смотрю, пёсик стоит. Пёсик меня знает лет 7 к этому моменту уже. Но он всё равно пёсик, гад такой. Я такой стою и говорю, ай, какой хороший. Я не знаю, как я этот прудик перепрыгнул. Я не знаю. Но он меня успел цапнуть за майку, и когда я прыгал через прудик, я ещё вырвался из майки. То есть, майки осталось вместе. И кусок майки остался в руках. Знаете, какая была мотивация у человека, чтобы сделать это? Поэтому, как кто-то правильно сказался, сзади крокодил можно перепрыгнуть. Теперь мы понимаем, что в целом прошлое не беседовать. Ищите такого креста, и у вас будет финансов. Спасибо большое. А теперь я на сцену хотел пригласить партнёров, которые по итогам прошлого месяца вышли для себя на новый уровень квалификации. Вы впервые сделали 3 процентов, приглашаю вас на сумму. Впервые сделали 6 процентов, приглашаю вас на сумму. 10 процентов. И я не рада, что я не могу. Спасибо. Спасибо. Давайте, давайте подпадим. Что это? Продолжение, пожалуйста, по-другому, что вы занимаетесь, у меня по-другому. Посмотрите в зал, если кто-то ленится, за ручку вместе с партнёром... Отлично, у нас есть 6 человек. Итак, как вас зовут, на каком уровне вы шли, и чем вы занимаетесь по-другому. Пожалуйста. Степану Ольгу Васильевну, 9 процентов. На половину до Махаляка, и половину продают консультанты фирмы в Дядьково. Костя. Константин, 14 процентов, впервые, как я сегодня уже сказал. У меня нет работы по найму, есть небольшой бизнес, который иногда следает вае время, привилет. И, собственно, всё на этом. Спасибо. Я сегодня уже коротко говорила о своей истории. Меня зовут Ольга, я занимаюсь административной работой в магазине «Цветок». То есть, я практически работаю 5-2, и у меня очень мало времени именно на работу в ВР. Но знакомиться я всё равно с продукцией захотела, я купила домой, как я сказала, и в новую бабушке. Это была, ну, одна бутылка. Говорит, пейте на двоих, ну, буду смотреть, знаю. Ну, мне позвонила через 2 недели баб, сказал, что у меня такая сила, я хочу бежать, у меня столько энергии, говорит, мне прям реально ещё хочется, давай покупай, мы будем пить. Ребёнок сказал в школе, заказал учительницу, заказала знакомая, ну, у меня на работе, и получилось, что я делаю 3% Я даже сам этого не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ А где, где? Ну, экономить с такой... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мастер строительства, в данное время сейчас работаем. Спасибо. Я добавлю с вами первый месяц. Отлично. Меня зовут Ольга. Я уже год месяц, в сегодняшний день как-то 6-6% сейчас подключила активную милость развития по алгоритму, и мы благодаря тому, что подготовленный процесс, вы будете. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что ж, друзья, у нас сегодня была потрясающая школа. Как вам сегодня вообще наше учение? АПЛОДИСМЕНТЫ И на последнее я хотел сказать некоторую вещь. Вот Александр Мачалов в выступлении своим сказал следующее, что многие партнеры, приходя в ЛР, делают такую ошибку, что они думают, что они начнут жить, в кавычках, тогда, когда достигнут каких-то больших-больших решений. Вот когда их портрет на этой доске будет висеть и то, что-то еще. На самом деле мы уже сейчас можем жить так, как хотим, тогда, когда достигнем эту цели. К чему я говорю? Впереди Новый год. Впереди Декабрь месяц. И у большинства из нас, я верю в это, есть некий пункт, что когда мы достигнем своих вершин, мы будем заниматься благотворительностью и активно оказывать помощь тем, кто рядом. Так вот, этим мы заниматься можем уже сейчас. И наши президенты, Генрих Марина Эрман, в этом месяце объявили следующую акцию. Есть возможность поучаствовать в благотворительной акции, и мы нашли не в Москве, в Москве с этим, слава Богу, все достаточно успешно. Но в ближайшем Подмосковье, в Домодедово, мы нашли детский реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями. Там тоже есть дети, и дети к Новому году ждут подарки. И я напишу сейчас на доске, вот здесь сделаем. Генрих Эрман завел специальную карточку, на которую можно перечислять наши средства, которые пойдут на подарки детям. Запишите, пожалуйста, потому что буквально, если кто-то 100 рублей даже перечислил, это уже будет как бы большой-большой вклад. Я напишу здесь карточку Супербанка. 42,76, 38,00, 97,15 и 20,40. Получатель Генрих Викторович Эрман. Поэтому каждый ваш вклад будет важен, но с этим, я думаю, у нас в ЛРС 731 проблем не будет. Мы активно это промотировать будем и через Среду ЛР, и через наши чаты и так далее. Но нужна будет поддержка ваша, чтобы мы довезли эти подарки детям. Чтобы не один, там, Александр Мачалов, Генрих Викторович, повезли на своих машинах, да? А нужны партнеры, с кем мы эту классную акцию сделаем и наши улыбки, наши сердца подарим детям. Вот я знаю, Мариночка уже хочет. А кто хотел бы поехать? Какое качество? Какое качество? Представляете, какая будет движуха классная, да? Это будет, я верю, незабываемое, которое мы запомним на всю жизнь. А самое главное, когда вы увидите, я просто участвовал в таких благодарительных акциях, когда ты увидишь эти детские гладенки, которые настолько вот благодарны тебе, это реально запоминается на всю жизнь. И поэтому я призываю вас, если кто сможет, поднимите, пожалуйста, руки, кто сейчас бы готов был поехать. Ребята, это будет очень круто, и для нашей московской команды это будет. У меня где-то дома есть 15 игрушек мяч, чтобы их как бы тоже с собой добрать. Это нужно связаться с организаторами, с Мариной Эрман в частности, потому что нужно спросить, можно ли вот что-то еще дополнительное привозить. Это нужно спросить дополнительное. Все, друзья, спасибо большое. Ждем вас в следующую субботу на такой же ежедневной московской школе. Спасибо.